Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Так они в таком случае будут действовать в соответствии с желанием человека. Главное – правильно всё сделать. Помните то, что в католицизме звучит, обозначается термином «ex opera operato», то есть совершается в силу совершённого действия. Значит, магия – это вера в то, что есть такие тайные невидимые силы, которых можно поставить на служение человеку. Ими командует только тот, кто знает, что нужно сделать и как нужно сделать. Этот тип религиозного сознания встречается в представителях всех религий. Но если в нехристианских религиях это рассматривается, в общем-то, как вполне нормальное явление, соответствующее религиозным убеждениям, то у христианства это рассматривается как порог, как беда, рассматривается как язычество, ибо основное положение христианской веры состоит в том, что нельзя заставить Духа Святого, Бога, действовать только потому, что мы что-то такое произнесли и что-то такое сделали. Не потому Бог подаёт благодать Свою человеку, даже в таинстве, что произнесены правильно формулы, определённые обрядовые действия, не потому, а только при условии соответствующего духовного состояния человека. Если лицемеришь, пишет архиепископ Кирилл Иерусалимский, свидетель, «Люди крестят тебя, а Дух крестить не будет». Пожалуйста! И окунули тебя, и формулу произнесли, и крёстные стоят, переминаясь ноги на ногу, и батюшка там бормочет себе под нос, все молитвы. Ну, если ты не имеешь веры, а пришёл, ну, так, ну, кажется, положено, ну, традиция, да, или на работу не принимает, или замуж не выходит девчонка, если ты не крещённый, ну, надо – пришёл, крещённый – крещённый, а оказывается – увы. Этим принципиально отличается, в частности, именно православное вероучение, но, к сожалению, далеко не всегда православное сознание тех, кто говорит, что он православный. В результате так развита невероятной силой обряду верия, которая как раз характеризует этот тип. Главное – совершить, сделать, главное – причаститься, как, что – это уже не важно. Главное – обвенчаться, а потом кричат, ах, мы венчались, а брак распался. Приходилось отвечать, говорить – да вы не венчались. – Как не венчались? В соборе венчались. – А он верующий? – Ну, он согласился креститься, чтобы жениться. Вот так. Видите, в чём суть вот этого магического сознания? Это, конечно, беда, но это выражает сущность язычества как такового. И тайная, так сказать, подспудная, а иногда и осознанная цель, если хотите, или стремление заключается в чём? Покорить себе и все тайные силы, и самого Господа Бога. Вот сделаю сейчас – и всё. Как помните у Гоголя – вий – в круг в этом, и не выйдешь ты из этого круга. Вот так. Так что поэтому мы и говорили, что все эти виды шаманства, колдовства, все виды язычества, как именно ветви своего рода религиозного направления, также, как мы видим, в этом очень много находим даже в различных христианских ветвях, всё это относится к этому типу. Ну, а теперь давайте рассмотрим ещё другие типы и попробуем оценить их с точки зрения, так сказать, христианской. Юридический есть тип. Как вы помните, я вам перечислял их. В чём суть его? Суть его заключается в понимании, в таком представлении Бога, который человекоподобен, с одной стороны, с другой, как тот законодатель, постановление которого требуется с необходимостью выполнять, и только в таком случае тогда человек может получить то, что именуется в религии спасением. Вся деятельность человека заключается в исполнении тех норм, которые предписываются человеку. В этом вся суть. Он должен исполнить соответствующие вещи. Если он исполнит, он получает награду. Если он не исполняет, он подвергается наказанию. Всё это в полном соответствии с тем пониманием, которое существует в человеке и в народах, которые организованы в государстве и где существуют государственные законы. По закону ты или награждаешься, или, напротив, наказываешься. И в этом, если хотите, состоит, оказывается, вся суть религии для данного человека. Исполнить надо. При этом, соответственно, вы же понимаете, на что мы наталкиваемся. Хорошо можно исполнить все внешние предписания. Так сказать, здесь это, ну, будем говорить так, не очень сложно. Но когда мы говорим о религии, то мы же касаемся внутреннего состояния человека. И здесь уже всё гораздо сложнее. Я могу никому не причинять никакого зла. Помните очень интересный случай у Авва Дорофея, когда Авва Дорофей однажды был изумлён поступком одного молодого монаха? А поступок его был таков. Ну, монахи вместе работают, что-то делают, и его вдруг кто-то начал оскорблять, причём совершенно несправедливо. Этот молодой монах даже не выразил никакого возмущения. Молча всё выслушивал, всё. Авва Дорофей был крайне изумлён, как это в такой юности человек достиг подобного бесстрастия. И потом отдельно пошёл к нему и говорит, брат, скажи мне, как ты достиг? Вот я не имею ещё этого. Ответ потряс Авва Дорофея. Я не помню точного выражения, но суть была такова. Ещё такому псу я буду отвечать. То есть здесь оказалось не бесстрастие, а гордыня. Причём какая? Он даже не удостоил ответа эту скотину, этого пса, который лает на него. Что вы будете отвечать псу? Я хочу сказать, что внешнее исполнение вот этих предписаний, понимание самих заповедей божественных, как именно совокупность законов, законов, которые надо исполнять, именно законов, из-за неисполнения которых подвергнешься наказанию, вот этот взгляд рассматривается как юридический. Посмотрите, что, например, мы встречаем в католицизме. Там уже есть догматизированное положение о так называемых заслугах человека. Если человек там творит милостыни какие-то, совершает определённые добрые дела, то он, оказывается, приобретает заслуги. Это учение, учение такое, приобретает заслуги. И чем больше он будет помогать церквам, нищим и так далее, тем больше у него заслуг накапливается. Ну и наоборот, соответственно. А если человек вообще отречётся от этой миры и всех мирских дел и примет то, что называется монашество, то у него уже это рассматривается как сверхдолжные заслуги. Сверхдолжные потому, что ни от кого не требуется же этого делать. Христос в Евангелии что сказал? Хочешь спасения юноше богатому? Ну, сделай тот и тот. Тот ответил – я всё это сделал. Тогда Христос сказал – если же хочешь быть совершенным, иди, продай имение твоё и раздай нищим. И вот, представляете, целая церковь католическая, как объясняют это? Вот так, юридически. Вот эта норма небольшая. Если ты её исполнишь – ну что ж, ну хорошо, тебя не накажут, ну и особенно не наградят, но всё-таки добрые у тебя есть заслуги, что ты приобрёл. Но если ты отречёшься, то у тебя сверхдолжные заслуги. И ты тогда, естественно, приобретаешь неизмеримо большее по сравнению со всеми. Православное вероучение совершенно иначе понимает и это событие Евангелия, и то, как мы должны рассматривать все свои дела. О чём говорит православие? Оно говорит, что исполнение заповедей – это не заслуги перед Богом. Их можно уподобить чему? Вот человек болен, ему говорят – вам нужно делать то-то и то-то, пить такие-то лекарства, например, воздерживаться от того-то. Вопрос. Когда если человек так делает? Он что, заслужил что-нибудь? Какие заслуги? За это награждать его надо? Да нет! И тем самым, если он исполняет, есть надежда, что он получит исцеление! Исцеление её получит! То есть его награда в чём будет состоять-то? В том, что он будет освобождаться от своей болезни! Вот в чём! А не в том, что вот ему там начальник сказал – исполнить то-то, он изо всей мочи старается, бегает, всё делает, и за это ему раз – и медаль или орден! Совсем нет! Православие говорит, что мы находимся в состоянии повреждения. Повреждение – это в чём проявляется? А в том, что мы даже, когда действительно искренне хотим жить по Евангелию, видим, как мы непрерывно нарушаем их. Непрерывно! Ну, самые элементарные вещи – найдите человека, который бы никого не осуждал! Найдите человека, который не был болтливым, ну, просто не прознословил, по крайней мере! Уж не говорю о мыслях всяких! Тут и рассуждать нечего! То есть, мы повреждены, мы больны! Христианство так и говорит – мы больны! И заповеди Божии являются чем? Не заработком у Бога благоволения, а лекарствами, исцеляющими человека! Мне врач никаких наград, ничего не делал! Он предписал – и всё! Хочешь – ну, лечись! Не хочешь – ну, как хочешь! Ну, своё дело! Только хуже для тебя это будет – и всё! Заповеди – это лечение, это лекарства! А вовсе не те дела, с помощью которых я приобретаю у Бога, перед Богом какие-то заслуги! От того, что я пью все таблетки! Меньше таблеток выпил – значит, меньше заслуг, да? Да нет, ты сам себе вредишь! Только и всего! Вот, понимаете, это вещь очень серьёзная! Серьёзная в каком смысле? Я сказал вам – католицизм! Это уже действительно, когда эта церковь учит, которая называет себя церковью, то это уже беда! Но в сознании, в религиозном сознании этого человека всё, что происходит! Подал копейку – слава тебе, Господи! Ну, Господи, давай! За копейку я жду лимончик! Слышите, что человек что-то делает доброе уже ждёт, как Господь Бог! Причём, когда делает недоброе, он забывает об этом! Он не хочет сказать – Господи, когда же ты меня накажешь? Нет-нет, лучше об этом не будем думать! Понимаете, психология какая? То есть лукавая психология – вот это сидит у нас в природе! Вот это искажение, это болезнь! Но суть именно в чём заключается? Православие говорит, что исполнение заповедей – это не вовсе какой-то заработок перед Богом! Бог всех любит и дал эти заповеди для того, чтобы мы не болели, больны, насколько можно, исцелялись, чтобы были здоровы! Вот в чём вся суть заповедей Божьих! Сердце по мере очищения становится более доступным для благодати Божией! Почему? Не потому, что человек заслужил! Совсем нет! А потому, что с помощью исполнения заповедей человек приобретает два величайших качества, которые, если хотите, составляют просто суть существа Бога – смирение и любовь! А подобные соединяются с подобным! Сейчас мы находимся в состоянии, знаете, как говорят – вода и масло! Масло с водой не соединяются! Подобные соединяются с подобным! Так вот, оказывается, православие о чём говорит? Ни о каких заслугах речь не может идти! Поэтому видим, как величайшие святые... Просто величайшие святые! Их не так, кстати, много в истории церкви, которые названы великими! И вот все они один за другим! Когда достигали действительно великой духовной зрелости, а один за другим просто удивительно! Часто, не зная друг друга, говорили удивительные просто вещи! Пимен Великий! Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я! Так, кем он себя видел! Сесой Великий умирает! На него смотреть было невозможно от сияния лица его! А он ещё просил время на покаяние! Макарий Великий пишет, Боже, очисти меня грешного, як он никогда же сотворил благое пред тобою! Вы подумайте! Потрясающе! Это глубокое видение себя, насколько повреждена наша природа, насколько мы не способны в полном смысле слова действительно быть здоровыми! И что-то даже исполнить в полноте всегда примешивается даже к бочке, целой бочке мёда! Ну, хоть ложечка, но обязательно тёгтя! Они видели это! И видите, как молились? О каких заслугах! Они просто... Я не знаю, когда они это слышат, они, наверное, в гробу переворачиваются от такой идеи! И, кстати, представьте себе, целая церковь! Какая? Которая считает себя главнейшей в мире! Целый миллиард с лишним последователей! И чем заражает людей? Приобретай заслуги! Ну, слушай, неужели нам непонятно, что когда у меня заслуги, а у других их нет, кто я? То есть под корень рубится духовная сущность человека! Вот тебе говорят католицизм! Видите, это действительно страшная ересь! Страшная ересь! Даже не говорю ни о каких вероучительных там вещах, истинах! Нет! Одно это убивает всё! Церковь – это что такое? Это корабль спасения! Это средство спасения! Это научение спасению! И вдруг научает! Научает! Ты помог тому-то – так, на счетах у тебя уже! Ты уже приобрёл заслуги! Вот до какого уродства, потому что другого слова я не нахожу, можно дойти! И поэтому, просто говорю, меня просто поражает то, что происходило уже в истории, уже давно и сейчас происходит, когда, особенно Константинополь в этом плане, это просто удивительно, что делать! Уже у нас почти не осталось препятствий к соединению! Не осталось препятствий для совместного причащения! Что же это такое? Вы подумайте! Как это такое, чтобы неужели не понимают этих вещей? Или это политика уже превыше религии? Уже вот, готово, давайте, вместе, всё, причащаться! А, кстати, отвлекусь и скажу, что такое совместное причащение? Что это означает? На Западе это уже превратили в ничто! Просто в ничто! На съездах, особенно в молодёжных христианских съездах, все друг у друга причащаются, не разбираясь ни в чём! Католики, протестанты и даже, скажу вам, не называя имён, но однажды очень было и комично, и в то же время, да... Это был на Западе. И один архиерей, православный архиерей, кстати, наш, его давно нет уже... Ничего... Обсуждали как раз эту проблему. Да, вот он выступает, что-то говорит, а его священник, его же... Да, Владыка, вы сами причащались вот тогда у католика! Он... Да что ты, что ты, что ты? Да-да, а что, что ты? Мы ахнули все! Ну и батюшка зелён! Прям при всех нас! При всех нас! Да, ну, кто, не буду говорить... Но его нет, кстати, живых, а то вы подумайте о ком-нибудь живых, да... И батюшка этот его смело обличил при всех нас! Он так смутился, давай был отказываться, но потом заболчал. Что происходит? Что же происходит? Почему нельзя совместно причащаться? Ну, мы говорим, что различные вероучения и так далее... Мне кажется, я хочу указать вам на одну очень существенную сторону. Мужчины и женщины полюбили друг друга. До тех пор, пока они не вступили в брак, и если у них начнутся интимные отношения, как это называется? Блуд! Чтобы не было вступить и в брак! Кажется, понятно? Вполне! Почему? Потому что здесь происходит, становится одна плоть! Так, давайте о причастии поговорим. Единая чаша – что пишет апостол Павел? Что в Евхаристии происходит? Единение воедину плоть! И представьте себе, когда никакого брака не произошло, брак в переносном смысле, нет соединения, не достигли единства церкви! Церкви своими вероучениями, нравоучениями, основами духовной жизни – никакого! Нет единства! И вдруг они начинают причащаться из одной чаши друг у друга – это что такое? мистический блуд, который хуже ещё телесного! И посмотрите, с какой настойчивостью! Вы-то не знаете, мне приходилось много участвовать в этих экуменических собраниях, с какой настойчивостью! Они буквально просто требуют, обвиняют православных! Вы не хотите допускать нас к своей чаше! Я говорю, а что вы так хотите? Причащайте, у вас же есть! Почему? Нету вас мы хотим! Вы слышите? Точно так же, как, ну, как вам сказать, ну, блудница хочет даже, чтобы так то-то и то-то и всё! Да, почему ты не хочешь? А я хочу! Мистический блуд! Вот что такое! Что такое совместное причащение без достижения действительно церковного единства! А церковное единство – это какое единство? Когда действительно становимся едиными и в вере, и в основах духовной жизни, и в нравственных требованиях! Попробуйте сейчас соединяйтесь с протестантами! Там у них и женское священство, и эти всякие гомики, и мужские, и женские! Полное уже отступление буквально даже от Священного Писания! Они это радуют только Писание! И вдруг, пожалуйте, я понял, спрашиваю, как же вы, что ж такое вы делаете, я понял, в Германии? Соль и скриптура – только Писание! Оно же говорит, ну, вы знаете, всё-таки мы должны Писание понимать контекстуально, в контексте исторической эпохи. Это относится просто к тем временам, тогда это было вот так, а теперь эдак. Мы говорим, а что же случилось? В общем, такая чушь, такая ахинея! Ещё раз хочу сказать, это моё отступление было. Только при достижении действительно единства по всем вот этим параметрам, тогда действительно церкви вступают, что называется, в брак. Тогда действительно единая чаша свидетельствует об этом единстве. В противном случае – мистический блуд. Я, помню, сказал на одном этом, помню, в Германии, когда произнёс это – ой, католики, возмутились страшно! А они что предлагали? Вы знаете, что предлагали? Вы подумайте только! Церковное руководство и богословы, они, наверное, никогда не договорятся, понимают. Поэтому давайте осуществлять идею церковного единства на приходском уровне. Мы будем молиться друг у друга, то есть присутствовать за богословение, и причащаться друг у друга, и постепенно это поднимется кверху. То есть, мы пытаемся практическим путём достичь единства, которое богословы, да, неизвестно когда, после Второго пришествия, разве, достигнут. Вот такие вещи, конечно, они были возмущены до глубины души. Я даже сказал «унцух» по-немецки – это разврат, я говорю, это мистический разврат. Да, так оно и есть. Так вот, это очень серьёзный момент, я просто пользуюсь случаем, чтобы сказать об этом, поскольку эта идея витает, витает постоянно, постоянно пропагандируется. Сейчас уже папа Франциск уже заявил, что мы как никогда приблизились... Нет, он даже сказал так. Мы сейчас находимся в том состоянии, когда уже не осталось никаких препятствий к совместной Евхаристии. Франциск. Он, значит, не видит этого мистического блуда. Так дело в том, что их это и не беспокоит нисколько. Главное – подчинить себе и православие. Потому что что такое православие по своей мощности при лицом Рима? Моська по сравнению со слоном. Всё это всё тут же будет захвачено. Вот так. Кстати, когда мы говорим о юридическом типе релиозного сознания, ещё один очень важный момент. Основное внимание, как вы видите, здесь обращается на что? На то, что в святоотеческих творениях называется телесным подвигом. Есть духовный подвиг, а есть телесный подвиг. Так телесный подвиг как раз состоит в чём? Вот в исполнении, если хотите, вот этих десяти заповедей Моисеева. В этом, фактически, он и состоит. То есть исполнить вот эти требования, нравственные требования, этические, поведенческие и так далее. Правда, отцы даже к телесному подвигу относили не только это. Они даже глубже смотрели. даже смотрели на борьбу своими влечениями, своими помыслами и так далее. Как святые отцы оценивали значение телесного подвига? Игнать Валичинов предупреждал. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, духовным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Тщеславие, лицемерие, лукавство, гордыни, ненависти, зависти, самомнение. Еще бы! Я не такой, как прочие человецы, понимаете ли? Я постоянно хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю посты, совершаю все молитвы, которые положены, не пьянствую, верен в семье. Слышите, кто я? Вот он и пишет. Если этот телесный подвиг не сопровождается душевным... Что значит душевным? То есть не сопровождается тем, чтобы человек боролся с чем? Своими вот этими страстями, тщеславие заметил – все знай, кто ты. Зависть заметил, самомнение увидел, превозношение. Если человек не борется с этими вещами, то он скоро погибает, он осатаневает, потому что впадает в необычайную гордыню. То, о чем хорошо сказал Сеофан Затворник. «Сам дрянь дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие человецы». Замечательно сказано! Вот оно, во что впадает человек, который ведёт вполне православный образ жизни, воцерковлённый на сто процентов! Слышите? Это не какой-нибудь! А на сто процентов воцерковлённый знает, где какая икона, где какая святыня, какую молитву кому читать, как поститься, как трудиться – всё это знает! Все правила церковные! Вы слышите? Правила церковные! Кажется, прекрасная вещь! И надо знать христианину! Ну, как же? Не знать правил церковных! Но когда вся суть его религиозного сознания заключается в исполнении правил, о забвении, что творится за правилами, тогда он погибает! Кстати, обращаю внимание, друзья мои, что сама каноника, сами правила, они подчинены должны быть заповедям! И когда правила вступают в конфликт с заповедью, всё – правила отменяются! Я помню однажды у нас в Академии было очень большое собрание людей, несколько нас, человек, сидели в президиуме и задавали просто вопросы. И один из вопросов – как быть, если свадьба совершается в пятницу, как быть с постом? Один отвечает, тот, который так и должен отвечать – нет, надо пост всё-таки соблюдать! Другой встаёт и говорит – нет! Пока жених с вами, не может быть поста! В данном случае это же исключительное явление! Раз в жизни – это торжество! Действительно, коли жених с вами, какой пост может быть здесь? Разве каноны для этого установлены, чтобы заниматься такими вещами? Посты установлены не для этого, а для того, чтобы человека приучить владеть собою к дисциплине жизни, а это исключительное событие и вдруг... Вдруг! Ну, вот так! Я просто вам говорю, я лично присоединяюсь именно вот к этому последнему, считаю, даже и речи не может быть о том, что свадьба, свадьба, бракосочетание, и вдруг здесь объявить пост! Это что же такое-то будет? Вообще, повторяю ещё раз, извините, да, но каноны должны быть подчинены заповедям, но никак не наоборот! В данном случае, мне кажется, заповедь прямо говорит – этот день совсем другого порядка! И здесь заповедь действительно любви ко всем, кто здесь! Это праздник, это торжество и так далее! Это всё равно, что на Пасху заставить поститься! Вот так! Ну, вы теперь понимаете, когда мы говорим о этом типе юридическом, какие религии можно отнести к этому? Ну, вот я вам сказал уже – католицизм! Да, тут уже прямо! Ну, что значит католицизм? Юрий Фёдорович Самарин, определяя католицизм, сказал – католицизм – это иудаизм в христианстве! Точно! Помните, Христос обличал непрерывно горе вам, законники, фарисеи, лицемеры? Непрерывно обличал! За что? Они же соблюдали закон! И вдруг их обличают! То есть соблюдали все правила церковные, и вдруг их горе вам! Да! Потому что религию обратили во что? В торговую какую-то фирму! Я – тебе, ты – мне! Да-да! Точно так и есть! Юридический тип именно этой идеей заражён – иудаизм, католицизм, протестантизм, конечно! Он откровенно сказал – Христос за нас всё уплатил! Слышите? Всё! Поэтому верующий в него уже освобождается от какого-либо наказания от Бога! Праведность Христа, которого, кстати, лютер называет другого с большой буквы, праведность другого заслоняет наши грехи от Бога! И поэтому каждый верующий спасается не потому, что он сам по себе свят! Нет-нет! А потому, что грехи его все закрыты от Бога! Патриарх Сергий Строгородский, кстати, его книга замечательная «Православное учение о спасении», он поэтому пишет, что они, западные христиане, ищут не спасения, а безнаказанности! Избавиться от наказания – вот что они ищут! Не спасение, под которым, разумеется, что? Очищение души, богоподобное её состояние! И он дальше даже пишет такие слова «Патриарх Сергий». Ну, ещё когда он писал эту книгу, он был архимандритом! И он дальше пишет даже такое, что, поскольку они ищут безнаказанности, а не спасения, то... говорит, какой ужас! Это значит войти в жизнь вечную со всеми страстями, то есть вечно жить и вечно грешить! Вы слышите? Поскольку страсти, если человек неочищенный входит, а только другой закрыл от Бога, я ухожу туда со всеми страстями, то есть я вечно буду грешить! И он говорит, какой ужас! Какую вечность предлагает эта религия! И почему же мы святы? Поэтому спрашивают у протестантов. А потому что Бог не видит наших грехов! Причём, вы знаете, это тексты, прям лютеровские тексты, а не что-нибудь же! Вот так юридический тип религии и религиозного сознания. Вы знаете, он с огромной силой поражает сознание христиан! Каких? Православных! Когда люди тоже зарабатывают себе спасение! Как будто можно заработать спасение! Как будто можно поставить свечку пудовую – уже у Бога получить благоволение! Какими делами? Что Богу нужны? Какие дела? Что Ему нужно? Ничего Ему не нужно! Богу мы ничем не можем заслужить перед Ним! Единственное, чем можем ответить – любовью на Его любовь! Благодарностью за Его любовь! Чем может выражаться эта любовь? Меня любит Тот, Кто исполняет заповеди Мои! Вот что только Богу! К чему Бог может благоволить! Кто исполняет заповеди Мои! А не в паломничество сходил по святым местам! Мне рассказывают такие... Я сам слышу, мне даже магнитофонную запись дали, как один священник... Знаете, такой великорецкий есть крестный ход, он сколько там, суток трое, что ли, или что-то... В общем, это очень большое! А один священник перед этими всеми, собравшись, выступает и говорит – Тот, Кто пройдёт весь этот путь, если у него были какие-то желания, они исполнятся! Вы знаете, я был просто потрясён! До какого уродства может дойти, и это проповедует священник, на которого смотрят, как на представителя Бога! Какое извращение сознания! Заработок! Очень Богу нужны твои ноги-руки! Дай мне сердце твоё, сыне, а не руки-ноги! Вот так, друзья мои, вот что связано с юридическим типом религии, религиозного сознания. Я хочу теперь сказать ещё об одном, тоже не менее серьёзном искушении. Юридически понятно, какое искушение! Понятно! Я просто не могу, чтобы мне сказать – заработать Царство Божие чем? Руками-ногами! Не сердцем, не очищением души, а руками-ногами заработать! Позолотил крышу – давай, Господи, мне! Царство Божие! А сам есть в гордыне! Что-то сделал, да ещё табличку в храме! Глупый священник ещё повесит табличку – фамилия, имя, отчество нашего благодетеля, которого мы должны все благодарить и всё такое! Он ходит в храм – вот он, видите, наш! Наш, ай-яй-яй! Человек действительно хотел сделать доброе дело, он ещё ничего не понимает! Так, вместо уже объяснить ему, как нужно относиться к этому, а он в нём ещё развивает тщеславие и гордыню перед всеми! Совсем его купит! Вместо – вместо пользы! Благодарить – поблагодари его! Но и научи его! А это с ума сводит человека! Совсем! И учтите – будете священниками, не вздумайте, или архиереями! При всех прославлять! Ну, ладно, друзья мои, вот ещё один тип, тоже очень серьёзный – предопределение! Я так его обозначил! Может, если кто-то, когда какие-то коррективы вообще желает внести, то говорите! Это очень важно! Просто я так обозначил именно тип предопределения. В чём он заключается? Его великолепно выразил крупнейший, один из крупнейших протестантских вождей вот этой религиозной революции XVI века – Кальвин. Его произносили Кальвин и Кальвин – то, что это и Франция, и Швейцария. Вот. Кальвин. В чём его суть? Он утверждает, что Бог изначало предотворением человека уже предопределил каждого из людей, которые появятся в истории человеческой жизни, предопределил или к спасению, или к погибели. Ему говорили и возражали – ты же, получается, говоришь против Священного Писания. Апостолин Богослов пишет, что Бог есть любовь. И, следовательно, отсюда что происходит? Значит, Он творил, не мог творить Он, значит, для ада людей. Само собой разумеется, если Он – любовь. Ему говорили, что каждому человеку была предоставлена свобода, и он мог избирать. Даны были заповеди – пожалуйста, ты можешь им следовать, можешь их нарушать, ты свободен. Он отвечал. Но свобода-то появилась у человека, когда Он сотворил человека. А Бог-то ещё до творения человека уже знал, что многие и очень многие, большинство, чуть ли не все, всё-таки будут жить по грехам, а не по заповедям. И, следовательно, пойдут на вечные мучения. Бог до творения человека знал, как человек определит свою свободу. Знал – ну да. Сотворил – да. Следовательно – предопределил. Какой ответ? Я говорю, единственный ответ, который пытались, но он действительно не изучит, что у человека свобода. Но Бог же знал об этой свободе изначально, до творения человека. Знал, что они пойдут в вечные мучения. Он-то знал! Это не так гадать как-нибудь, что вдруг свобода туда или сюда придёт. Он уже точно знал! И дал ботие. Вот что утверждал Кальвин. Вот что на это можно ответить? Церковь осудила. Заявила, что это ересь. Но он говорит – ересь почему, скажите? Ведь вы же учите о том, что будет Царство Божие и будут вечные мучения. Почему? Скажите! Какое из положений вы отвергаете? Какое? Первое положение – Бог знал или не знал, кто пойдёт в рай, а кто в ад? Отвечайте! Или он не знал? Кто как осуществит свою свободу – знал или не знал? Ну, отвечайте! Ну, знал! А тогда как же понять? Если он знал, что они определят свою свободу во зло и пойдут в вечную муку и дал ботие, как это называется? Предопределил. Слышите, какой парадокс! Логика Кальвина безупречная. Действительно, нет ответа. То есть, ответ есть. Но в данном случае ответа нет. Почему я об этом говорю сейчас, вы это поймёте, что если действительно принять учение о том, что в конечном счёте будет рай и ад, тогда под корень усекается центральнейший, главнейший догмат христианства, что Бог есть любовь. Не мог Бог сотворить множество творений для вечных мучений. Это немыслимо, тогда это не Бог. Или тогда вот это не любовь. Значит, неверное учение о Боге тогда. Тогда мы должны сказать, что нет, Бог не любовь. Кстати, ислам в этом отношении оказался более логичным. Аллах милостивый, милосердный, но справедливый. И Он действительно, действительно верно, одних возьмёт в рай, других пошлёт в ад. Почему? По заслугам. Он милостивый, но не любовь, как говорит христианство. Кстати, вы знаете, однажды был такой случай, я помню, в Иране. Мы обсуждали, и пришлось, помню, говорить, что Бог – это не Фемида, не богиня эта греческая с завязанными глазами, которая нелицеприятно осудит. Мы говорим, нет, это ужасно. Он – любовь. Потому что, если Бог – справедливость, если Он – справедливость, то в таком случае никто из нас не спасётся. Никто! Потому что, как я вам вот приводил, только даже величайшие святые говорят – «Боже, очисти тебя, грешен Яков, не коли же сотвори благое пред тобою!» По справедливости, пишет Иоанн Затауст, мы должны были бы тогда в то же мгновение погибнуть, как только мы появимся на свет, ибо всё нечисто. Об этом пишет целый ряд святых. Пишет о том, что если только мы приложим категорию правды или справедливости к Богу, всё, тогда нам беда. Кто-то делами своими прямо говорит, а кто-то – нет, дела ничего, всё нормально. Зато во внутрях что у него там? Копошится. Однажды мне прислал один письмо один юрист с возмущением страшным, когда был случай в Москве, может быть, помните, как там мусульманка, по-моему, отрезала голову девочки, за которой я ухаживала, пятилетний или там какой-то девочки, вот так. И он пишет – это же ужас! Я не могу себе представить! У меня двое детей! Это какой же это Бог? Что Он позволяет такое? Почему Он не наказывает? Ну, пришлось Ему ответить. Ответить. Если наказывать её, то нам с тобой, наверное, прежде. Мы видим внешность, кожу. Эти поступки – это что такое? Как я помню одно время, очень постоянно это аналогии – всюду был айсберг. Десятая часть только его над водой, девять десятых под водой. Почему Титаник и погиб, кстати? Ну, подумаешь, ледишка какая-то торчит. Да. Так вот, девять десятых где? Чего никто не видит. И сам человек от себя часто скрывает. А чем он наполнен? Поэтому святые Исаак Селин особенно очень много об этом пишет, очень сильно пишет, о том, что справедливость и милосердие – это всё равно, что в одной комнате молиться Богу и идолам. Даже такое выражение. Поэтому, когда мы говорим о правде Божией и справедливости, надо понять, о чём идёт речь-то. Речь вовсе не о том, что он не любовь, а правда. Ибо если это так, то подумайте. Если это так, когда он значит по любви, тогда он значит по неправде. Когда он поступает по правде, то где же любовь? В том-то и дело, что, когда мы говорим, что Бог есть любовь, то подразумеваем что? Эта любовь всегда ищет чего? Пользы, то есть правильности, правильного отношения. Правильного отношения. Вот к человеку заболел. Постоянный мой пример – аппенитит. Так, можно таблеточки болеутоляющие давать? Ой, спасибо, доктор. Болит? Нет, всё. Морфию дал – и великолепно. И уже у морфия. Любой что скажет? Нет, голубчик, придётся резать. Приятно? Нисколько. Чего ж тут приятного? То есть, вы слышите? Когда мы говорим, истинная любовь – это правильная любовь. Праведная, правильная. То есть, которая несёт пользу. Поэтому Бог действительно есть любовь праведная. То есть, правильная. Вот в каком смысле Бог есть правда. А не в том, что то Он – любовь, то правда. То одно, то другое. Как это сейчас один выступает там и говорит. Вот то есть, говорит, что Христос сошёл в ад и там вывел. Ну, и грешника вывел. Ну, ладно. И переносит это на страшный суд. Нет, на страшном суде он уже будет по правде судить. Ай, голубчик! Чего себе! Оказывается, апостол Павел пишет, что Христос вчера и днесь, то есть, и сегодня, и во веки тот же. Оказывается, нет! Не во веки тот же. Он, оказывается, разный. В Великую субботу он оказался любовью. На страшном суде он окажется справедливостью. Грешник будет умолять. Прости меня. Нет, извини, голубчик. Поздно. Пойдёшь в преисподнюю. Вы слышите? Один из богматов православия о неизменяемости Бога. Бог неизменяем, Он всегда есть любовь. И поэтому святые отцы пишут, Ефрем Сирин, что присошествие в ад – это был только первый акт его, за которым последует и второй страшный суд, второй глаз Божий. Это один и тот же Бог, а не два Бога. И Бог неизменяем. И то, что Он совершил тогда, тоже совершится и впоследствии. Но это просто в качестве примера вам говорю. А вопрос-то о чём? Как быть с Кальвином? Ведь если мы будем понимать, если действительно считать, считать, что действительно Евангелие и учение Церкви прямо говорит, что праведники пойдут в жизнь вечную, а все грешники пойдут в мучения вечные, то, следовательно, мы прямо повторяем один к одному Кальвина. Точно! Потому что на первый вопрос, как помните, другого ответа – нет. Он знал. и, то есть, был один Бог, а уже будет Бог в одном месте, сатана в другом. наступит какой-то удивительный, странный дуализм. И вот, вы знаете, оказывается, что? Нет! Церковь так не учит! Что такое Церковь учит? Когда мы говорим Церковь – это кто учит? Это совокупный голос святоотеческого предания. Святоотеческое предание – святые отцы. Оказывается, ситуация совсем другая. И апостолы совсем иначе говорят. И святые отцы говорят совсем иначе. Как же иначе? Удивительным образом, я вам скажу, говорят. Не подумайте, что они говорят против. Нет! Удивительным образом они говорят. Они говорят и апостолы, слышите, и святые отцы. Говорят и то, и другое. Причём тут же прямо тот же апостол, те же святые отцы пишут и о том, что праведники пойдут в рай, в Царство Божие, грешники пойдут в вечную погибель, и тут же пишут, тут же все спасутся. Что такое? Причём, вы знаете, я, когда этим вопросом, помню, занялся, я был, знаете, чем поражён. Я полез в наши учебники догматического богословия. Во всех их только говорится о Царстве Божьем и вечных мучениях. Ни одной цитатки, ни апостолов, ни святых отцов, где они говорят о противоположном. Я просто был поражён. Потом-то я понял, откуда это взято. Это всё из католических учебников взято. А что пишут у нас? Оказывается, поразительные вещи! Пишут и то, и другое. Я вот, вы знаете, вот это моя книжка «Бог», вы получали, наверное, да? Получали? Вот там можете это посмотреть всё. Эти цитаты я привожу. Причём я привожу не просто апостольские, например, послания, а специально, зная, какова будет реакция, приводил тут же толкование святых отцов. Вот пишет апостол и тут же толкование. Толкование кого? Блаженного Феодорита Кирского, Блаженного Феофилакта Болгарского, Феофана Затворника. Ну, вот, например, давайте, чтобы у Сеофана апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. «Когда же тление сие облечётся в нетлении, и смертное сие облечётся в бессмертии, то есть всёобщее воскресенье будет, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть – где твоё жало? Ад – где твоя победа?» Святитель Феофан пишет, «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда всё преисполнено будет радостью жизни». Всё! Или апостол пишет, «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их». Надо же апостол что пишет! «И дал нам слово примирения». Вот тогда, что сделал Христос! Всех примирил! Как пишет тот же святитель Феофан, как он понимает? Как же он примирил? «Оставив им согрешение!» Ибо иначе не был бы друг. Потому апостол и сказал далее, не вменяя им при грешении их. А если бы он захотел требовать отчёта во грехах наших, то все мы погибли бы. Но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил нам». Это я просто в качестве иллюстрации в этой книжке вы можете посмотреть. Особенно меня что поразило, я помню, когда стал смотреть наши преподобные, наши святители, что пишут, это вообще просто поразительно! Причём какие? Амвросий Медиаланский, Амфилохий Канийский, Афанасий Великий пишет, «Он тот, который в древности вывел народ из Египта, а напоследок всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвёл из ада». Василий Великий пишет, «Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого, и, став умилосевительной жертвой за мир, всех оправдать своею кровью». Григорий Богослов, Григорий Низский, Феодорит Кирский, Иоанн Затауст, Феофан Затворник ещё раз пишет на другом тексте. Более того, он даже писал так, «Бог не лицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным. Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех, и оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была». А вот насчёт Ефрема Сирина я говорил, насчёт сошестие в ад, вот он что пишет, Ефрем Сирин преподобный. Он говорит, что «Во гласе Господа при сошестии в ад ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, которое совершенно упразднит его». Правда, интересно? Значит, только предуведомление было. Но меня удивило, что, например, Иоанн Лесич, который, ну, все, кажется, читают, все знают и не обращают внимания, что он пишет. Он пишет, Иоанн Лесич, прямо в первом же слове, пишет, «Всех одарённых свободной волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных». «Благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Исаак Силин пишет, я не хочу зачитывать, «Максим Исповедник», «Силуан Афонский» пишет и так далее. Если кто интересуется, можете посмотреть, к чему я это говорю. А оказывается, апостол, прежде всего апостол Павел, апостол Пётр, как очень сильно пишет, да, что мы видим в учении в Священном Писании и у святых отцов? Я вам скажу поразительную вещь! С точки неформальной можно только разводить руками. На каждом шагу пишет и о том, что будет ад и рай, тут же пишет – все спасутся! Бог будет всяческой во всех! Как быть? Загадка! Первое, что, следовательно, приходит нам в голову – это, действительно, мы стоим перед какой-то тайной, тайной бытием. Второй вопрос – почему же это тайно? Почему же тогда Бог не открыл нам? Ответ на второй вопрос достаточно очевидный. Представьте только себе, что если бы было открыто, например, все спасутся! Не беспокойтесь! В конечном счёте все спасёмся! Мы бы первые заорали – ура! Всё теперь! Ура! Если бы было сказано, спасутся только праведники! Как многие тексты и говорят, и в Евангелии написано, и всюду! Только праведники! А все грешники пойдут на вечное мучение! Я не знаю, только сумасшедший, может быть, найдётся какой христианин, который возьмёт себя праведником! По-моему, только сумасшедший! Или уж такой гордости, что я уже не знаю! Ну, каждый понимает, что он грешник! Каждый! А если так, значит, мне ясно! Ясно! Погиб! Ну, так тогда уже всё равно! Тогда уже всё равно! То есть, в любом случае, нельзя, оказывается, открыть человеку точно! Нельзя! И поэтому всё священное писание и предание говорят прямо рядом! Что они противоречат себе? Что-то здесь не то! Что-то не то! Нельзя, оказывается, прямо сказать! Но когда говорится то и другое, следовательно, мы перед чем стоим? Человек, живи по заповедям! Потому что обещается, если будешь жить по заповедям, будешь каяться, то есть прямая надежда, о чём пишут множество отцов, о чём нам говорит пример с разбойником правым – есть надежда на спасение! Вот, оказывается, в чём секрет этой тайны! Чтобы ни в коем случае не подорвать у человека возможности правильно жить! А Бог есть любовь! И правильная жизнь даёт человеку благо и здесь, и в будущем! В противном случае всё будет подорвано! В любом случае! Скажите, все спасутся! Скажите, что грешники погибнут! Одинаково! Всё! Погибель! Всё! Люди не смогут уже вести нормальный образ жизни! Так что вот, оказывается, какая оказалась тайна! Причём, что поразительно – огромное количество! У апостола Павла только сколько прямо написано! Даже есть одна такая, что прямо пишет – Бог будет всяческой во всём! И прямо святые отцы-то, главное, объясняют это, что значит будет… Сейчас вам где-то напишу! Где-то Бог будет всяческой во всём! Он, например, блаженный Феофилак, как это толкует? «Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет всё во всех! Все будем богоподобны! Все будем вмещать в себе Бога и только Его!» Некоторые же говорят, что этим, то есть покорностью всего, означается прекращение зла! «Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет всё во всём!» Блаженный Феофилак! То же самое и блаженный Феодорит говорит! «Так всё естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресение!» Видите, как! Пожалуйста! Апостол прямо пишет! «Да будет Бог всё во всём!» Апостолы в наших догматиках – молчание! Вот это поразительно! Но это вопрос уже другой, а я вам хочу сказать, что, оказывается, есть ответ к Альвину! Есть! И этот ответ действительно прямо происсякает из основного догмата христианства – Бог есть любовь! И, кстати, что очень важно, что при этом, даже говоря о конечной спасении человечества, тем не менее, сильнейшие предупреждения, чтобы человек жил, насколько возможно праведно, чтобы не подвергнуться мучениям! Любовь не может позволить, не может, точнее, не сделать всего, что можно, чтобы только освободить человека хотя бы и от временных мучений! Не может этого! Если можно спасти человека без операции, ну, конечно, надо сделать без операции! Конечно! Поэтому данные заповеди, дано научение такое, предупреждение строгое, чтобы человек не подвергнулся мучениям! Тогда понятно! Тогда есть ответ на вопрос Альвина о том, как же это такое, когда в Писании прямо написано, что праведники пойдут жизнь вечную, а грешники в муке вечной! Вот ответ – да! Когда человек умирает, душа входит в область какую? Вечности! Вечности! Это область вечности! Не временности, в которой мы находимся, а то мир вечности! А что будет в этом мире? Да! Ага! Праведники? Пожалуйста! Даже такой, как разбойник! Какой же праведник? Тут же оказался – сегодня же будешь со мной в раю! Житие святых говорит нам, как говорят, как святые восходили на небо, как столб огненный! И, напротив, человек, заражённый страстями, не так-то скоро эта душа может освободиться от них! А говорят, это страшное дело, когда страсть есть, а удовлетворить невозможно! Вы, наверное, может быть, читали или смотрели после ленинградской блокады. Мне, например, рассказывали даже. Очередь стоит за хлебом! Давали вот поскольку там храм хлеба, и вдруг, говорят, почти с безумной головой – я из Ленинграда! – все расступаются тут же! Колот! Ужасный колот! Как погибали люди! Вот что такое неизжитые страсти или развитые страсти! Вот с чем входит душа в тот мир! Но, оказывается, не случайно мы говорим о молитвах Церкви! Церкви какой? Не просто только кто на земле – это значение, но и тех, кто уже спаслись, что, оказывается, есть возможность в конечном счёте, когда человек изживается, наконец, эти страсти, и этот опыт переживаний, мучений и страстей чрезвычайно важен для человека, чрезвычайно важен, ибо, пережив всё это, он уже никогда не отпадёт, как это сделал Адам. Опыт земной жизни и опыт посмертных страданий, оказывается, имеет огромнейшее значение для получения вечной жизни. Вот такой ответ я вам скажу на кальвины. Ну, что относится к типу предопределения? Я вам сказал, ну, во-первых, это кальвинизм, конечно, это, конечно, иудаизм, где спасётся только богоизбранный народ. Это, хотите, в определённой степени в исламе, где спасутся только верные мусульмане, верные христиане, верные иудеи. Да. Вот так. Вот кто, может быть, отнесён. Ну, и также сюда можно отнестись вполне с этим. И все те, которые считают, что в конечном счёте мир будет разделён на две части – царство Божие и царство Ада. Очень интересный Силуан Афонский, интересный очень. Есть отрывок, но уж я не буду. В книжке я привожу там, как к нему пришёл один монах. Да, грешники погибнут! А отец Силуан говорит, Бог любовь не может вынести, чтобы кто-нибудь... Как же ты будешь там на небе радоваться, когда будут страдать здесь, в огне? Ну, заслужили так! Заслужили, представляете? Эпизод, правда, замечательный! Вот так, что можно сказать насчёт типа предопределения. И я вам попытался ответить на вопрос убийственный, я вам скажу, вопрос Кальвина. Почему ему никто не мог ответить в то время, там, на Западе? Уже невозможно! Уже не знали святых отцов! Вы слышите? Уже не знали святых отцов! Так же, как и наша школа, когда открылись в 1685 году наши, а до этого киевская в 1609 году, все были под чем? Под прессом чего? Западной христианской литературы – католической, прежде всего, и протестантской. Поэтому в наших даже учебниках нет цитат никаких святых отцов, говорящих о том, о чём писал апостол Павел. Бог будет всяческой во всём! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok